Всем большой привет! Смотрите, куда я нас сегодня привела, так сказать, чтобы все понаслаждались и видами, и моим прекрасным видео. Не будем затягивать сегодня пустые баночки, чтобы самой запомнить, и вам что-нибудь на заметку, может быть, пригодится. Начнем, чтобы не затягивать. Первое – уход за волосами. Вот такой шампунь у меня закончился, даже капелька осталась. Хороший, бессульфатный, заказывала на iHerb и абсолютно без разницы, что здесь написано. Он бывает с мандарином или грейпом, с чем-то, с каким-то цветочком. У меня помыла. Ну, без разницы, повторюсь. Хороший, мягкий, приятный. Буду еще заказывать. Полюбился он мне. Не первая банка, не вторая, и мы с ним друзья. Так, следующий шампунь. Тоже мой друг. The Body Shop. Увлажняющий. Он еще мягче и еще приятнее по консистенции. Тоже его люблю. Если найду, буду покупать. Кстати, советую попробовать. И знаете, вот когда он у меня заканчивается, и, например, в душе стоит какой-нибудь шаума или понтин, или вот какая-нибудь масс-маркетовская, назовем масс-маркетовская масса, такая разница сумасшедшая. Вот стоит после него помыть голову каким-нибудь шампунем нехорошим, вот волосы просто превращаются в какое-то... становятся сухие. И, в общем, разница... Я к чему это все, что разница очень ощутима. И, ну, кто хочет, попробуйте. По-моему, стоит 650 рублей. По-моему, так. Если есть карточка, будет скидка. Следующий шампунь. Это вот такая бордовая банка. Название не знаю. И не знаю, как он ко мне попал. И вообще... Кто его приволок? По-моему, он в какой-то коробке шел. Красоты, что ли? Вот точно не помню. Но я не посмотрела состав. Пошла в душ, начала мыться. И у меня началось какое-то буйное пеноизвержение. Я посмотрела на банку и ахнула. Лауритсульфат аммониум. Я не пользуюсь средствами, где содержится аммониум лауритсульфат и аммониум лаурилсульфат. Это вредно для здоровья. Это очень опасное вещество. Кто хочет, погуглите. Конечно, шампунь я сразу отложила. Он остался стоять в ванной. И мой муж даже успел им несколько раз воспользоваться. Ну, раза два. И сказал, что это за гадость? Купи мне другой. В общем, я им мыла кошачий туалет, чтобы добро не пропадало. Но не использую я средства для тела, где есть вот это отравляющее вещество. Ну, никогда больше не куплю, естественно. Я даже не знаю, где он продается. Так, большие шампуньки кончились. Переходим к малышам. Вот такой шампунь от Dry Dry. Он мне тоже достался в какой-то коробочке. Я его бросила в спортивную сумку. И когда воспользовалась первый раз, он мне очень понравился. Такой был эффект прям чумовой. Но, насколько я понимаю, что когда шампунем новеньким пользуешься впервые, он оказывает какое-то фантастическое действие. Прям такие волосы шикарные. Вот это именно эффект нового шампуня. Потому что когда я им стала пользоваться потом, в следующие разы, мне он совершенно не понравился. Он образует на голове какую-то белую пленку. Вот почешешь голову, а под ногтями все белое. И какие-то волосы то ли склеенные, то ли нет пушистости. В общем, я даже не стала его добивать. Избавляюсь. Следующий шампунь. Вот такой. Бабка Агафья. С этим шампунем другая история. Помывшись им один раз, я сразу его отложила, потому что это ужасный шампунь. В нем ужасно все. И если вот этим я терпела, мылась, но продолжала мыться, так как на безрыбье и рак рыба, если в сумке спортивной лежит только он, а нужно идти в душ, то, ну да, думаю, потерплю. Вот с этим товарищем лучше вообще не мыться, чем мыться им, облепиховый. В общем, настолько он плох. Выкидываю. И следующий шампунь, который тоже попал ко мне в коробочке и попал опять в сумку спортивную. Я в сумке предпочитаю таскать вот такие малыши. Ну, либо переливаю, ну, переливаю в маленькую баночку вот что-нибудь. Кстати, можно баночку сохранить. Вот такой шампунь. Он абсолютно не запомнился. Не побегу я его искать, покупать. Ну, что он был, что его нет. Вот. Ничего не могу про него сказать. Ну, никакой. Переходим к масочкам и кондиционерам. Первая вот такая маска. Хотя написано кондиционер, но настолько густой, и я использовала как маску. Очень мне понравился. Если увижу, найду, обязательно куплю. Делает с волосами. Какое-то. И знаете, тут написано, что оставлять на 5-10 минут с кондиционером. Это как-то... Ну, назовем это маской. Увижу, обязательно приобрету. Пока не нашла. Причем оставлю тюбик или фотографию сделаю, чтобы ходить, искать. Вот. Шикарная вещь. Следующее. Это два вот таких вот кондиционера. Достались мне в краске для волос. Краска была ужасной, и кондиционеры такие же. Они почти полные. Они из волос делают какую-то хрустящую солому, похожую на проволоку. В общем, такие сухие, гадкие, ужасные волосы от них получаются. Поэтому выкидываю. Не хочу, чтобы они у меня были. И знаете, обычно вот в коробочках с красками идут вот эти кондеи, и они настолько шикарны, что можно вот чуть ли не краску купить ради вот такого клада. Но это не тот случай. Поэтому выкидываю. Следующее. Это вот такая кератиновая маска для волос. Купила в подружке. Абсолютно бестолковая вещь. Пользовалась, потому что, ну, надо было чем-то пользоваться. Эффект никакой. Она мне ужасно надоела. Я видеть ее больше не могу, и поэтому выкидываю. По-моему, срок у нее еще не закончился, но я больше не хочу ее видеть у себя в ванной. Не хочу. Следующее. Это два вот таких бальзама. Тоже достались мне в какой-то коробке. У них был третий брат. Он пропал без вести. Либо я им воспользовалась и тут же выкинула. Эти тоже почти... Они не почти, они полные. Я их выкидываю, потому что неизвестно, из чего они сделаны, какой состав, какой срок годности. Как я заметила, что все, что дают в коробках красоты, особенно вот в большом количестве, это вот к бабке не ходи, вот-вот закончится срок годности. Уже плавала, знаю, поэтому я так разочаровалась в этих коробках, что даже не хочется их больше заказывать. Не знаю, когда это просрочится, и не хочу на себе проводить такой эксперимент. Следующее. Это, кстати, тоже бальзам, сыворотка от DAF. Тоже шел в какой-то коробчонке. И у него давно-давно истек срок годности. Вот даже интересно посмотреть, у меня есть видео, где я распаковываю или нет. То есть он у меня давно стоит. Или он мне уже пришел такой, умирающий. В общем, бестолковая вещь. И написано, смотрите, что восстанавливает даже сильно секущиеся кончики. Это как интересно. Он их что, склеивает? Он их ночью обрезает ножницами? Как он восстанавливает секущиеся концы? Их восстановить невозможно, их можно только срезать. Вот такое откровенное вранье терпеть не могу. И вот к марке DAF просто не хочется даже больше обращаться. Не надо мне ничего слать, господа из врунской такой компании. Ничего мне от вас не надо. Не работает ваша дурацкая сыворотка. Лживая. Ну и гвоздь программы, который завершит нашу волосяную историю, это такое масло-киростаз. У него закончился срок, а оно осталось. И причем оно абсолютно не воняет, прогорклостью какой-то. Вот какой запах был, такой и остался. И когда срок подошел к концу, я по-прежнему им пользовалась, не зная об этом. Но провела очередную ревизию. Вот этот код вбиваете в косметический калькулятор. И давно оно просрочилось. Хочу развеять вот этот керостазовый миф. Это абсолютно бестолковая вещь, которая не делает ничего хорошего, ничего плохого. Что оно есть, что нет. Кто там так шумит? В общем, не тратьте деньги. Стоит эта штука дорого, и она того не стоит. Ну вот, на мой взгляд. И, если честно, вот, скорее всего, эффект плацебо есть такое понятие, что вот купив что-то такое дорогое и как будто особенное, кажется, что ваши волосы становятся лучше. Ну, нет. Вот его столько осталось. Не знаю, жалко, не жалко. Я не видела эффекта, поэтому его пользование вот сошло на нет. В общем, всё. Прощаюсь, больше не буду покупать. Не вижу смысла. Очень дорогая продукция, и она, ну, она бестолковая. Простите, кто это любит, честно, простите. Итак, переходим к тщедушному тельцу. Закончились у меня два таких геля. Ну, обычные гели, вонючки. Я их покупаю для мужа. Я люблю, когда он пользуется, и он это тоже любит. Всякие персички, лимончики, мандаринчики, апельсинки. Вот я терпеть не могу запах мужских гелей. По мне они пахнут каким-то тухлым пнём или какой-то водой, каким-то дурацким морским бризом, который нифига не морской бриз, а какая-то вонючая вонючесть. Поэтому я ему покупаю вот такие гели. Он сам иногда выбирает себе запахи. И он доволен, он вкусно пахнет. Я довольна. В общем, все довольны. Так, следующее. Мой любимый гель. Потрясающий. Потрясающая текстура, без запаха. Он очень мягкий. Он, по-моему, бессульфатный. Да, он бессульфатный. В общем, классный. Для детей. А чем я хуже детей? Моюсь им с удовольствием. Уже в душе стоит его брат. Пока это мой фаворит. Советую попробовать. Очень классный. И когда у меня стал заканчиваться, я пошла его искать в магазин. И нашла их вот в такой паре. По-моему, в Рифгоше продавались. Вот это абсолютно полная банка. Это детское молочко для тела. Увлажняющее. Так, почему он полный? И почему я его выкидываю? В нем содержится парафинум ликвидиум. Этим веществом... Сюда идет какой-то мужик. Этим веществом... Средство. Вот он меня даже сбил. В общем, средство, где содержится парафинум ликвидиум, я не пользуюсь. Продолжим. Следующий вот такой лосьон для тела. Купила на сайте iHerb. Мне очень нравится эта фирма. Но вот этот лосьон я больше никогда не куплю. Не важно, что он делает, как впитывается. Это абсолютно уходит на какие-то задние планы, потому что все перебивает запах. Знаете какой? Вот когда вы приходите к зубному, вам начинают сверлить зубы, и летит вот этот порошок. Порошок сверленного зуба. Вот так пахнет этот лосьон. Никакого желания пользоваться им нет. Ну плюс запах такой медицины. То есть я его добила. Мне понадобился на это ни один месяц, ни два, ни три. Полгода даже больше я пыталась. У него, кстати, до сих пор срок годности хороший. До четвертого, девятнадцатого. А попал он ко мне когда? Ну, в общем, еле-еле я с ним, скажем так, закончила его. Больше не куплю никогда. Не хочу. Не хочу я нюхать вот эти сверленные зубы. Неприятные. То есть нужно себя вот так вот прям настраивать, отвлекать. Ну, не скажу, что он очень противный, но как-то нет. Не хочу. Запомню, чтобы никогда больше не связываться. Так, следующий крем для тела. У него закончился срок буквально в этом месяце. Вот такой невейский крем. Обычно я такой крем беру с собой в отпуск. И мажу тело после того, как побываю на солнце и немножко подрумяниюсь. Потому что никакие, как показывает практика, никакие вот эти зеленые гели алоэ мне не помогают. От них становится только хуже. А вот этот кремчик намазала на обожженные участки. И настолько он питательный, что вот он всю вот эту... Весь вот этот угар снимает за ночь. И я иду на следующий день опять загорать. Тут немножко осталось. Ну, он недорогой. Поеду в отпуск, куплю еще. Потому что вещь, ну, хорошая. Так, следующая штука для тела. Это вот такой скраб. Я его купила в фикс прайсе за 50 рублей. Кстати, классный скраб. Он сахарный. Пахнет чуть-чуть кофе. Не навязчиво пахнет. И баночка маленькая, и он не успеет вам надоесть. Мне не успел. Мне даже захотелось купить еще одну. Открывать не буду, потому что сахар там уже растаял. Он превратился в такое варенице. Но увижу. Кстати, советую. Стоит недорого. Не помню, он стоит 55 или 2 по 55. Вот. Ну, зайду посмотрю. Там их, кстати, несколько видов было. Очень хорошая штука. Хорошо скрабирует. И самое главное, он легко смывается с тела. То есть после него не нужно там что-то еще и смывать. Хороший скраб. Так. И осталось у меня три крема для рук. Это вот такой. Дольче Милк. Мне он не понравился. Что-то с ним не то. Что-то он делает с руками такое, что хочется... Ну, неприятные ощущения. Больше не буду покупать. Следующий крем вот такой. Не знаю, где его взяла. По-моему, на Айхербе. Или где-то... А, в подружке. В подружке. Не помню, чтобы он меня как-то покорил, поразил. Обычно стандартный крем, ничем не примечательный. Но он у меня закончился. От срок годности еще действующий. И следующий крем вот такой. Абсолютно полный. Солнце стало припекать. Полный абсолютно. Ужасный крем. Что-то он делает такое... Без парабенов. Детский, но... Нет. Он очень плотный и очень-очень противный. Не хочу больше им пользоваться. Так. Еще у меня для тела осталось четыре вот таких маски. Не маски, а приклеивать на пол. Коробку от целлюлита. Никому не надо объяснять, что средства от целлюлита вот такого типа это бред сумасшедшего. Почему их четыре? Потому что они шли в коробке красоты, и у них подходил к концу срок годности. Эти товарищи сделаны в четырнадцатом году, а действуют они три года. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Коробочку я получила, ну, где-то вот в конце семнадцатого. И как раз нужно было буквально за неделю их использовать. Я не стала. Я в эту чушь не верю, поэтому выкидываю. Горько орут. Тут свадьба на берегу в соседнем ресторанчике. Уже выходили на фотосессию. Невеста в белом. Это всё из пустых баночек. И что ещё хочу показать, что у меня идёт на выброс? Это вот такие вот различные пробники. Как показала практика, они тоже все мне достались из каких-то коробок. Я абсолютно не пользуюсь такими вещами. Они лежат, лежат, лежат. Вот я даже не знаю, что это и для чего. Кларенс, тинт какой-то. Что с ним делать? Что вот с этим делать? Вот с этим хоть одно слово по-русски есть. Вот это что такое? Вот это. Я не хочу лезть, идти, гуглить, читать. Выкидываю. Они давно лежат, лежат, лежат. И так надоели, что... Я пробовала брать их в поездку. Они все приезжают со мной полным составом. Не хочу. Не хочу больше этим заниматься. Кстати, такую же пачку я брала с собой туалетной воды. Всякие там пробнички. И использовала, по-моему, только один. И тоже их приду и выкину, наверное. Слушайте, как стало солнце печь. Можно переодеться и позагорать. Все, на этом буду заканчивать. Всем спасибо, что со мной посидели, посмотрели. Смотрите, какая тут прибрежная полоса. И сегодня так тихо-тихо, спокойно. Поэтому я сюда приехала. Люблю это место. Тут обычно нет людей. Ну, в воду заходить не буду. Как-то это неправильно. А вот там... Я сейчас обойду мое вежбище. Тут бардак. А вот там ресторанчик. И там свадьба сейчас. А рядом люди лежат и загорают. Вот как-то не очень, по-моему. Ладно, я здесь останусь еще. Полежу, посижу. Может, книжку почитаю. У меня с собой книжка. Поэтому всем пока. Еще увидимся. Пока.